Музыка Своё название непарный шелкопряд получил из-за того, что самец и самка этой бабочке абсолютно не похожи друг на друга. Размеры, окраска и даже строение усиков очень сильно различаются. Незнающий человек может принять их за совершенно разные виды. Посмотрите сами. Самка светлая, а самец темный. Размер самки 9 сантиметров, а размер самца 4 сантиметра. И это лишь некоторые отличия. При дальнейшем сравнении вы сможете найти и другие отличия. Родина непарного шелкопряда это Евразия. Но еще в 1860-е годы эта бабочка проникла в Северную Америку. Принято считать, что во время эксперимента по скрещиванию этого вида стутовым шелкопрядом насекомые сумели сбежать на волю. Теперь же непарные шелкопряды широко распространились в северо-восточной части США, а также проникли в Канаду. Во всех местах своего обитания гусеницы этих бабочек в годы массового размножения способны оставить без листьев множество деревьев. Поэтому на разных этапах развития непарного шелкопряда с ней ведется борьба. Неужели непарный шелкопряд так опасен? Вероятно, не более опасен, чем человек. Ведь человек ежедневно уничтожает гораздо больше зеленых насаждений. В отличие же от человека, массовое размножение гусениц происходит лишь иногда. Да, люди считают непарного шелкопряда опасным вредителем. Он действительно повреждает все лиственные, а также некоторые хвойные деревья и многие кустарники. Массовое появление гусениц непарного шелкопряда приводит к полному оголению деревьев на очень больших площадях. Самки кладут яйца в углубление коры стволов и пней, кучками по несколько сотен штук. Сверху самки покрывают их желтовато-серыми волосками со своего тела. Иногда кучки яиц покрывают основание стволов деревьев сплошными пушистыми кольцами. Волоски охраняют яйца от мороза. Яйца зимуют и не теряют свою жизнеспособность даже после 10-дневного пребывания под водой. К тому же волоски делают яйца незаметными в окружающей среде. Гусеницы вылупляются ранней весной. Они покрыты очень длинными и многочисленными волосками. В зависимости от температуры воздуха, начиная с июня до середины июля, происходит окукливание. Стадия куколки длится 10-15 дней. Из насекомых на гусениц непарного шелкопряда охотится жук пахучий красотел, а также личинки верблюдок. Также на гусеницах паразитирует вот этот наездник. В последние годы непарным шелкопрядом заинтересовались ученые. Оказалось, что эти насекомые невероятно устойчивы к карбовирусам. К этой группе вирусов относят возбудителей целого ряда опасных заболеваний. Например, вирусный энцефалит, лошадиный энцефалит, лихорадка Денге, желтая лихорадка, лихорадка Зика и африканская чума свиней. Ученые хотят понять генетические причины этой устойчивости в надежде найти новые стратегии для блокирования арбовирусных инфекций в организмах других видов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok